Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л-6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. На Бизнес-ФМ новости у микрофона Лидия Романченко. Коротко. Главные темы дня. Первоклассный прием. Донские школы приняли 1 сентября. 250 первоклассников из Украины. Нашли третьего. Найдены все ростовские дайверы, пропавшие в Новороссийске при погружении к затонувшему линкору. Закрытые ведомости. Региональное отделение газеты ведомости объявлены нерентабельными с сегодняшнего дня. Они будут закрыты, включая Ростовское. Плюс один. Южный регион Дон добавил еще одну площадку вещания. Теперь телеканал смотрят и абоненты НТВ+. Закрытый показ. Ростову показали черновые серии Тихого Дона. Свое творение по мотивам романа Михаила Шолохова режиссер Сергей Урсуляк представил лично. Бизнес-ФМ. Новости. День знаний вдали от Родины. Сегодня в Ростовской области сели за парты 250 первоклассников из Украины. Первый урок, который они получили в России, это урок мира. Эта тема стала уже традиционной для Дня знаний по всей стране. В 11-м лицее Ростова первый урок провел временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев. Друзья, я уверен, что у нас есть много интересных дел, у нас есть много интересных ориентиров, к которым мы стремимся. Но все это можно реализовать только в мире. Урок закончен. Всего же получать знания в донских школах будут порядка 5,5 тысяч украинских учеников. В младшие классы пошли больше 2,5 тысяч детей с определенного государства, а старшеклассников больше 300. Всего на Дону в День знаний отметили около 100 тысяч школьников. Почти каждый десятый – первоклассник. Кому день знания, кому день без работы? Газета «Ведомости» объявила о закрытии своих региональных отделений. Причина такого шага – нерентабельность. Устоять удалось лишь редакции Санкт-Петербурга, и ту сократили вдвое. Как сообщает информагентство Дон-24, в Ростовской редакции «Ведомости» работали порядка 10 человек. Все получат компенсации по индивидуальным условиям в связи с ликвидацией Южного бюро. С 1 сентября «Ведомости» приостановили выпуск региональных полос Юг России, Средняя Поволжья и Западная Сибирь. Однако печататься и распространяться в регионах, включая Ростов, газета прекращать не собирается, надеясь на силы московской редакции. А телеканал «Южный регион Дон» напротив расширяет зону вещания. С 1 сентября его могут смотреть абоненты спутникового оператора НТВ+. «Южный регион Дон» вошел в пакет «Базовый запад». Кроме того, телеканал доступен жителям Дона в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов, таких как «Триколор ТВ» и «Телекарта». Есть он и в кабельных сетях «Ростелеком» и «МТС». «Южный регион Дон» также вещает в интернете на сайте «Югрегион.ру». Найдены все треть дайвера, пропавшей в субботу при погружении в Новороссийске. О том, что на глубине 30 метров обнаружены тела двух ростовских аквалангистов, спасатели сообщили еще в понедельник вечером. Первого утра мы не продолжили поиски и в 12.20 сообщили о том, что найден третий дайвер. Он находился в том же отсеке корабля, что и другие, но на уровень выше, сообщает «Югрегион.ру». Напомним, трое аквалангистов пропали в субботу днем при погружении в акватории Новороссийского порта. Они совершали спуск к месту затонувшего в 1918 году линкора «Свободная Россия». В указанное время группа не поднялась на поверхность воды, поиски велись три дня. Аквалангистов нашли в труднодоступных участках одного из отсеков линкора. Известны личности двоих. Это опытный дайвер-инструктор Юрий Харьковский и прокурор Цемлянского района Ростовской области Роман Калмыков. Между тем, свою проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет по Краснодарскому краю. По ее результатам объявят процессуальное решение. Закрытая премьера Ростову показали черновые кадры телеромана «Тихий дон». Премьера на риске из десяти серий состоялась в музыкальном театре. Результаты своих еще не оконченных трудов представил лично режиссер картины Сергей Урсуляк. Этим жестом он хотел отблагодарить гостеприимные доны, в частности, Шолоховский район Ростовской области. Говорит режиссер Сергей Урсуляк. Мы провели здесь год. Год в вашей области, год в Шолоховском районе. И вот этот год дал нам возможность, как вам сказать, относиться к вам с любовью и доверием. С той любовью и с тем доверием, с которым относились к нам вы, когда мы это делали. Это доверие и позволяет нам показать вам незаконченную работу. Я очень благодарен вашей области. Я очень благодарен людям, которые нам помогали. Нам действительно помогали все, с кем мы встречались. Режиссер картины уточнил, что показанный материал еще сырой. При дальнейшем монтаже может измениться музыка, станут понятнее диалоги. Всего серии будет 14. Съемки проходили с июня 2014 по апрель 2015 года на Донской земле. Для фильма были построены полномасштабные декорации, три декорационных комплекса, больше 30 строений, казачьих домов, правление помещика и колодец «Журавль». Широкой аудитории новая версия «Тихого дона» будет представлена уже осенью этого года на телеканале «Россия». Теперь о курсе валют. Минус рубль не предел. Начало осени валюта отметила падением. В среду доллар стоит 65 рублей 35 копеек и евро 73,84. Нефть продолжает почевать на лаврах, отдыхая после рывка. В последний день лета баррель марки «Бренд» сейчас теряет без малого 3% и стоит 51 доллар 38 центов. Столбики термометров спускаться вниз не спешат. На высоте температура останутся 2 сентября, дневной максимум среды плюс 30. Причем температурный разгон начнется с самого утра. Отсутствие облаков этому только способствует. Ветер будет юго-западным около 5 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Информация предоставлена интернет-сервисом «Яндекс.Погода». Выпуск подготовлен информационным агентством «Дон-24» специально для радио «Бизнес-ФМ Ростов».